Здравствуйте. Сегодня 8 мая. Это день фактического окончания Второй мировой войны на территории Европы. Но это не день окончания всей Второй мировой войны. Впереди еще было 4 месяца. Страшных 4 месяца до того, как была подписана полная капитуляция Японии. И война тогда, в сентябре 1945 года, закончилась. В 1945 году была создана Организация Объединенных Наций. И после Холокоста именно эта организация дала право Израилю создать свое государство. Мы говорим о законе международном. И сегодня вот эта же организация растаптывает свои обязательства, свои законы, свои правила. А Израиль сопротивляется. Израиль вновь после 1945 года сражается за свое существование. Так всегда. Израиль все время сражается за свое существование. Весь мир стоит против Израиля. И последние события. Семи месяцев тому свидетельство. Мы с Михаилом Логовиковым каждую среду, еженедельно, уже на протяжении многого времени, долгого времени, собираемся для того, чтобы обсуждать вот те страшные события, которые сегодня происходят в Израиле и с миром. Михаил, добрый день. Приветствую, Елена. Спасибо за приглашение. Всегда приятно общаться на вашем канале. И спасибо тебе за твою работу. И приветствую всех, всех, кто нас смотрит, всех, кто нас слушает. И сразу сегодня у нас не только День Победы, не только 8 мая. Я говорю про официальную дату Победы, не про советский пиар, который они себе устроили с 9 мая. Германия вообще-то капитулировала 7 мая. 8 мая было официальное подписание. И потом Сталин потребовал сделать себе еще одно, еще один спектакль с тем, чтобы уже капитулировавшие нацистские генералы подписали ему еще одну бумажку. Ну, у каждого свои прихоти, свои причуды. Но День Победы это 8 мая. Но самое главное, что сейчас, что сегодня с чем я хочу поздравить всех, кто нас смотрит, сегодня наступает еврейский месяц Ияр. Это самый светлый по его названию. Ияр – это одно из названий, одно из толкований названия этого месяца – это Ор, это свет. Это месяц, который должен принести нам много света. Это один из самых длинных месяцев в году. И поэтому я поздравляю всех с наступлением месяца Ияр и желаю всем самого хорошего месяца в ходу штопов. Спасибо, это все взаимно. Я, пожалуй, хочу начать сегодняшний наш разговор с того, с чего мы закончили предыдущий разговор. Мы стали говорить с тобой о том движении резервистов армии обороны Израиля, которые формируются в политическую силу. Вчера, насколько мне известно, в Тель-Авиве, это Тель-Авиве было, собирались семьи погибших. Они во вторник собирались. И все это возглавлялось, в общем-то, резервистами. И должно было пройти, я не знаю, прошло ли, потому что у нас разница во времени и разница в получении информации немножко разная. А пройти под... возле отделения посольства США в Тель-Авиве. Потому что Америка умиротворяет Хамас, и с этим надо что-то делать. Что тебе известно о том, что было вчера в Тель-Авиве? Сейчас в Израиле проходят многочисленные выступления разных организаций, которые требуют довести эту войну до победы, довести до конца, и не дать ее замылить, не дать ее свести к нулю, как это пытаются сделать объединенные в едином порыве американцы Бадена и наши левые. Все, кто все эти долгие месяцы связывают руки нашей армии за спиной, не дают ей действовать, пытаются насильно свести все действия армии, но пытаются объяснить, что якобы все, что армия там делает, она освобождает заложников. Вот есть такой информационный фейк, который тщательно тиражируется и нашими каналами, и всеми этими организациями, которые в последнее время отличились в основном только тем, что они перекрывали Айалон и пытались саботировать действия законно избранного противства. в отношении того, как оно ведет эту войну. Очевидно, им очень не хочется, чтобы эта война была выиграна, им очень не хочется, чтобы Хамас был разбит, и поэтому идет такой вот кампань. При каждом данном случае они говорят, что нужно, что вот мы ведем эту войну, чтобы освободить заложников. То есть фактически они играют на руку Хамасу, потому что Хамас устроился для того, чтобы захватить заложников и шантажировать нас, и манипулировать нами. Они абсолютно сознательно в этом сотрудничают с Хамасом, и пытаются свести всю эту войну к освобождению заложников. А Хамасы, с их точки зрения, очевидно, побеждать не надо. Хамас там должен остаться. И, ну, в лучшем случае они разрешат нам победить Хамас с тем, чтобы сразу же туда запустить бандитов палестинской автономии, бандитов Абумазана из Рамалы, с тем, чтобы там устроить новый виток этого террора, который исходит из газа, и ни в коем случае не дать нам зажить спокойно. И еще раз повторяю, это двойной фронт, с которым мы имеем дело. Это американцы с одной стороны, европейцы и все остальные. И, ну, и американцев я упоминаю, потому что они формально называют себя нами, нашими союзниками. Опять же, еще раз говорю, я говорю про администрацию Бадина. Я не говорю про республиканцев, я не говорю про большинство американского народа. Я говорю про это ультралевое демпогресситское явление, которое сейчас захватило власть в Америке, и которое разрушает не только Америку, но еще и Израиль. Я говорю про тех наших откровенных врагов, которые угрожают нам, которые шантажируют нас, которые пытаются вставить нам все палки в колеса в Европе и из других стран мира пытаются к нам дотянуться. Я не говорю. Я говорю сейчас про тех, кто называет себя нашими союзниками, но одновременно приостанавливает поставки оружия Израилю во время войны. Потому что, как известно, несколько дней назад, буквально последний уикенд, и после него прошлись события просто драматические. Во-первых, Байден приостановил поставки оружия Израилю, якобы в знак осуждения, или не якобы, но в знак осуждения якобы действий Израиля в Арафияхе, потому что мы зашли в Арафиях, мы зачищаем этот гадюшник, и надеюсь, он будет зачищен до конца. И одновременно в течение последнего уикенда Байден пытался нам навязать совершенно унизительную сделку с Хамасом, и пытался без всякой координации с нами давать гарантии Хамасу, что мы эту войну закончим, и что после того, как эта сделка будет реализована, не дай бог, и Хамас освободит сколько-то заложников, мы останавливаем войну, война на этом заканчивается, и Хамас сохраняет все свои позиции, только выходит даже победителем, укреплившим свои силы, и, учитывая всю гуманитарную якобы помощь, которую они там получают, вот этот порт, который Байден ему построил, не знаю, как там соблюдаются правила техники безопасности, правила проектирования, правила строительства, мне, как архитектор и строитель, очень интересно, как этот порт там работает, и сколько законов там было нарушено при его строительстве, ну, когда очень хочется отсюда, все можно, и так вот пытались выкрутить нам руки и дать от нашего имени обязательство Хамасу, чтобы мы остановим эту войну и фактически проиграем ее. Это было объединенные усилия Байдена и Египта, Египет здесь тоже проявил себя с совершенно замечательной стороны, и нам пытаются навязать любой ценой поражение в этой войне. Это примерно то, что сейчас происходит, и это то, что видят большинство израильтян, уже многие начинают это отчетливо видеть, и поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, да, сейчас люди начинают все больше и больше вставать от дивана, от этой информационной каши, которую им вешают на уши, информация пробивается, они видят, что происходит, и люди начинают выходить на улицы, я надеюсь, что это будет больше, и наше движение милуемников планирует целую цепочку действий, естественно, я об этом расскажу в свое время, или люди об этом узнают, когда это произойдет, потому что больше молчать нельзя. Это война, которую мы ведем, мы воюем, ребята воюют в газе, ребята погибают не для того, чтобы Байден и его компания смогли сохранить рычаги давления на нас, чтобы шантажировать нас, чтобы оставить нас слабыми, чтобы мы вышли проигравшими из этой войны. Этого не будет. Ты понимаешь, когда мы говорим вот о том, что делает Байден, он делает это подковерно, он делает это настолько тихо, спокойно, что его советник по нацбезопасности Джон Кирби в понедельник вообще отказался комментировать, были ли отложены какие-либо продажи оружия. Речь идет о продаже оружия Израилю. Не подарки, а продажи. Причем продажи 6500 боеприпасов на английском это так звучит. Это комплектное наведение, которое превращает вот эти тупые бомбы, как они написали в газете Wall Street Journal, в умные высокоточные бомбы и боеприпасы. То есть речь идет об оружии, необходимом именно сейчас для того, чтобы высокоточно уничтожать, с предельной точностью уничтожать именно Хамас, чтобы не пострадало мирное население, о котором все время говорят, чтобы не пострадали какие-то другие инфраструктуры мирного населения. Ну, ты понимаешь, я говорю с иронией о мирном населении. Как известно, в газе живут только женщины, дети и старики. Такое интересное социальное явление. Да. И фотографии, которые делают вот эти голодные дети с тарелками, железными тарелками, при этом полно еды и все это есть, но это не распределяется. И все это снимается под камеру. Это мне очень напоминает российскую пропаганду, которая все снимает под камеру. Специально собирает, специально выставляет и специально показывает. Особенно в последние дни, когда победобесия вот зашкаливает. Завтра начинается последний сеанс вот этого марлезонского балета с победобесием 9 мая. Вот то же самое точно так же делают хамасовцы. А почему мы, собственно, удивляемся? Там полно у них умных учителей из Российской Федерации, которые, собственно, и создали эту организацию вместе с Ираном. Скажи мне, пожалуйста, вот каким образом можно пробить вот эту стену лжи администрации Байдена? Вас кто-нибудь может услышать? Знаешь, как пробивает стену лжи? Стена лжи пробивает правдой. Правда – это то, что погубило Советский Союз в свое время, который, как известно, Рейган очень метко называл империей зла или империей лжи. Совок был построен на колоссальной лжи, на искажении действительности, на извращении всего, что только можно было. И, как сказал, если не ошибаюсь, один американский президент, можно в течение всего времени врать части людей, можно в течение короткого времени врать всем, но нельзя врать всем все время. В конце концов, правда, вылезает наружу. И Советский Союз развалился, когда большинство его граждан узнали, открылись глаза на то, в чем они живут и среди чего они живут. Ну, к сожалению, ничего хорошего в итоге не получилось. Но если мы вернемся к нашим, так сказать, баранам, то мы обязаны говорить правду, мы обязаны напоминать исторические факты, мы обязаны говорить то, как мы это видим. И, кстати, если мы начали с тобой, ты начал говорить об исторических датах, ты начал говорить о том, какой сегодня день. Сегодня такое вот интересное совпадение. Сегодня не только 8 мая. Сегодня, как я уже сказал, это первый день месяца Ияр. И по еврейскому календарю в первый день месяца Ияр 104 года назад открылась конференция стран-союзников в Первой мировой войне в Сан-Раймо. Это знаменитая конференция в Сан-Раймо, на которой страны-союзники, которые победили Германию, победили Турцию, решали о том, что делать с теми территориями, которые когда-то до войны принадлежали Оттаманской империи, то есть Турции. И там было совершенно четко в качестве международного документа, международного юридического документа зафиксировано будущее нашей страны, будущее Палестины. Потому что, как известно, наша страна еще с подачи римлян называлась Палестиной. И, кстати, именно римляне назвали эту страну Палестиной. Им так стояло поперек горла иудея, что они пытались избавиться от самого даже упоминания этой проклятой страны, что они поменяли название с Иудеи на Палестину, поменяли название Иерусалима на Эля Капитолина. Они пытались полностью стереть Иерусалим с лица земли и построить на его месте город, который они назвали Эля Капитолина. Но это не получилось ни с городом, ни со страной, потому что все равно все знали, что Палестина – это иудея, что иудею называют Палестиной и так далее. И поэтому так называемый палестинский народ, который здесь формировался из гастарбайтеров, которые здесь собрались с конца 19-го и в первые половины 20-го века, уж точно не имеет никакого отношения к Палестине. Но, возвращаясь к Сан-Рэму, на этой конференции было принято решение, что территория Палестины и ее будущее определится в точном соответствии с декларацией Буальфора, которая была опубликована в ноябре 1917 года, в которой говорилось, что в Палестине будет создан еврейский национальный дом для еврейского народа. Это было такое декларативное заявление во время Первой мировой войны, и оно бы осталось декларативным заявлением, если бы не конференция в Сан-Рэму, которая разработала дальнейший план действий относительно того, что будет с этим еврейским национальным домом, сформулировала положение британского мандата на управление этой территорией. Территория Палестины тогда, кстати, включала и Орданию тоже. И этот мандат был затем передан Лиге наций, и Лига наций его официально ратифицировала, и это стало международным документом, международным юридическим документом, в котором записано, что на территории этой земли будет создано еврейское государство. И там очень, кстати, всё просто. Написано, что на территории Палестины будет создан еврейский национальный дом, гражданские и религиозные права других меньшинств, которые проживают на территории этого мандата, будут уважаться, будут соблюдаться и будут охраняться. Ещё раз повторяю, гражданские и религиозные права. Не права на самоопределение. Никто не говорил ни о каком самоопределении для этих самых меньшинств, то есть для арабов, для мусульман, для христиан, для всех остальных. Говорил, что нужно соблюдать их гражданские и религиозные права меньшинств. Что, собственно говоря, и происходит в Израиле сегодня, потому что Израиль — это единственная страна на Ближнем Востоке, где полностью соблюдаются гражданские и религиозные права всех мусульман. Израиль — это единственная страна, где права мусульман защищены законом и соблюдаются. Во всех остальных арабских и мусульманских странах идёт постоянная резня между различными группировками и непрекрасно режут друг друга. И никто из них не живёт при демократии. Только в Израиле мусульмане, вообще мусульмане, арабы в частности, живут в условиях демократии при полной защите их гражданских и религиозных прав, как это, собственно говоря, и требовал мандат, условия которого были сформулированы на конференции в Сан-Рему, которая открылась сегодня, 104 года назад. Так вот теперь, после того, как мы обсудили, как соблюдаются права мусульман и всех остальных, давайте наконец заявим о том и потребуем, чтобы наши национальные еврейские права соблюдались точно так же, чтобы нас уважали, чтобы наконец оставили нас в покое, чтобы дали нам жить в своём национальном государстве и самим решать, каким оно будет. И вот этот вопрос, который сейчас нужно поставить ребром, потому что это должен быть наш ответ всем попыткам нас уничтожить. Эти попытки уже просто откровенны, уже открыты, уже никто не скрывает своих целей нас уничтожить. Уже даже, как мы только что с тобой говорили, уже Байден открыто делает всё для того, чтобы мы проиграли эту войну. Мы видим, что происходит в американских кампусах, кстати, не только в американских. Вчера делал совершенно замечательный ролик, как про палестинские бандиты устроили беспорядки в кампусе, если не ошибаюсь, в Амстердаме, в Голландии. Они всюду, по всей Европе сейчас. Да, и как полиция боится их пальцем тронуть, и ещё никогда никому не мешает, что это происходит. Так вот, нам это мешает, и мы будем делать всё для того, чтобы этого не происходило больше. Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул Иорданию. Сейчас королева Иордании ранее, красивая женщина такая, импозантная, она считается очень влиятельной дамой в мире, особенно в мире моды, к ней прислушивается. Она раздаёт сейчас всевозможные интервью, она в Америке раздаёт интервью разным каналам. Естественно, она клянет Израиль, при этом ни одного слова о том, что вот те палестинцы, о которых она говорит, это и есть те иорданцы, которые имеют свою территорию, и не приглашают их в свою страну. Но если такие вы сочувствующие своим братьям и сёстрам, то сделайте в конце концов что-нибудь, хотя бы руку помощи протяните, но не клеймяя Израиль, а предоставьте им жильё, предоставьте им возможность жить среди своих братьев, сестёр и единоверцев. То же самое происходит на границе. Мы говорим сейчас о Рафеяхе или Рафахе, по-русски Рафахе. Мы говорим о том переходном пункте, который, в общем-то, и есть тот самый пункт выхода из газа в Египет. Египетские власти не хотят там видеть. Они построили эти заборы с колючей проволокой. Я позавидовала, честно говоря, их архитектурным изощрением, потому что у нас на южной границе такого нет. А у вас есть такое, а у нас нет. И вот поэтому вот такие же палестинцы и прочие, прочие, прочие люди, связанные с Хамасом, тихо-спокойно проходят в нашу страну, тихо-спокойно находятся на территории США. Вот что можно сделать с теми арабскими странами, которые вот так вот отталкивают, говорят, только не к нам, только не к нам. Мы не хотим вас видеть. Я говорю о своих, об их братьях и сёстрах, бедных жителях Газа. Ну, во-первых, КПП на границе Рафиаха с Египтом это интересное явление, потому что, как известно, там был город Рафиах. Ну, или Рафах, не знаю там. Мы его называем Рафиах. Это город, который был разделён Египтом в своё время, потому что Газа была в своё время в территории Египта. Потому что когда у нас вот на следующей неделе мы отмечаем создание государства, так вот, день независимости создания Израиля в мае 48-го года, там вот был анклав, который вот, как известно, это арабское государство, которое хотели создать, разделив нашу землю. Оно было разделено на 4 анклава, не считая Иерусалима. Один из них был сектор Газа и часть Негева. Так вот, почему-то Египет решил там не давать создавать никакого арабского государства, просто банально оккупировал сектор Газа и использовал его как плацдарм для постоянных атак террористов на территорию Израиля. Оттуда, скажем так, именно египтяне стоят за изобретением этого бренда «Палестинский террор», они там создавали лагеря, оттуда постоянно шли атаки точно такие же, как 7 октября, только в меньших масштабах, по всей территории Южного Израиля. Пока, наконец, мы это не зачитали сначала в 56-м году, а потом не выперли оттуда египтянов в 67-м году и вернули себе эту часть нашей страны. И Египет, выйдя, оставшись с той стороны границы, сделал очень интересную вещь. Они просто банально снесли половину Рафиаха, которая находилась на их территории. Если посмотреть съемку с воздуха, то можно увидеть, что на территории Израиля, то есть на территории сектора Газа, половина Рафиаха осталась, на территории Египта этой половины нет. Они просто снесли город, потому что он им мешал, избавились от населения, которое там жило. И там есть КПП, есть контрольно-пропускной пункт, через который жители Газа пытаются вырваться из этого рая исламизма. Как известно, Хамас их не пускает, он не дает им выходить, значит, Газа опустела бы за несколько лет. А Газа нужна и Хамасу для того, чтобы накручивать себе бабло со всего мира и Египту, для того, чтобы использовать это как рычаг давления на Израиль, шантажа и постоянной дестабилизации вплоть до войны. Никакого другого смысла у Газа больше не нет. И Газа используется как заложник у этих двух сил, в первую очередь у палестинского террора и бизнеса, которым он является в первую очередь. А там крутятся огромные бабки. Мы с тобой уже обсуждали, какие там есть колоссальные персональные состояния у главарей Хамаса, которые счисляются миллиардами. А Египту очень удобно шантажировать Газа и Израиль. Так вот, КПП в Арахияхе закрыт для выезда этих самых арабов из Газы на территорию Египта, потому что Египт их не хочет, что, кстати, является нарушением международных законов и преступлением против человечности, потому что если в Газе так плохо, то, возможно, жители Газы могли бы бежать оттуда, в соседнюю страну. И соседняя страна по международным законам обязана открыть свою границу и предоставить им возможность найти убежище от ужасной израильской оккупации, от людоедских зверств-сионистов, как они очень любят об этом говорить, на своей территории. Почему-то Египт этого не делает, он нарушает международные законы и не предоставляет этим несчастным, как они себя называют, убежище на территории Египта. Но! И вот тут самое интересное но. Если КПП на выезд из Газы закрыт, то под этим самым забором, который тебя так впечатлил, работает целая сеть метро. Ну, разве что московское метро со всей его имперской помпезностью будет более шикарным, но, я думаю, что с точки зрения технологической то метро, которое проходит под границей сектора газа и Египта, оно ничуть не выступает московскому. Там находится огромное количество туннелей. Только вот зайдя вот в первые дни, то что мы начали операцию в Рафеях, и мы там уже нашли несколько туннелей, которые свободно функционируют. И только доказало, что мы должны были сделать это в самом начале войны, а не оттягивать на самый конец. Потому что, когда ты хочешь победить противника, нужно в первую очередь отрезать путь его снабжения. Ну, хорошо, что мы хоть сделали это сейчас, но сейчас мы постепенно обнаруживаем и раскрываем всю эту инфраструктуру террора, снабжения газа из Египта. И возникает вопрос, почему Египет позволяет снабжать газу, позволяет снабжать Хамас всем необходимым, и почему Египет является сейчас пособником террора и фактически даже его поставщиком. И, кстати, если там есть такие замечательные туннели, то почему бы Египту не перебросить через них гуманитарную помощь стражащим своим арабским братьям, которые страдают под каблуком израильского агрессора. Или все-таки, может быть, Египту выгоднее гнать через эти туннели новое вооружение, новые ракеты и все то, чем Хамас с нами воюет. А где же тогда арабская солидарность? Где же братья? Может быть, можно вывезти оттуда раненых этих самых несчастных? Сколько они там говорят? У них там есть десятки тысяч раненых женщин и детей. Может быть, можно было по этим туннелям их вывезти, оказать помощь, сделать там хотя бы какой-нибудь платочный госпиталь на египетской стороне, помочь своим братьям? Или же все-таки братья настолько их не интересуют, что они готовы им гибнуть под израильской оккупацией? Смотрят на них со своих вышек и наслаждаются зрелищем, которое им открывается. Или, может быть, возникает вопрос, может быть, там нету всех этих десятков тысяч несчастных раненых палестинских женщин, детей и стариков. Как известно, мужиков там нету. И там есть только женщины, дети и старики. Или старики, женщины и дети. Неважно, в какой конфигурации нам это впаривают. И, может быть, их просто нет. Потому что, если бы там было столько раненых, то египетские больницы давно бы уже захлебнулись от количества раненых, которые к ним поступают. И открыли бы там, как-то делают любая больница, открыли бы какие-нибудь платочные операционные, платочные какие-то палаты, где бы этих раненых несчастных держали. Почему-то этого не происходит. Может быть, их там просто нет. Нам врут, нам рассказывают сказки. И мы их хаваем. Поэтому давайте будем говорить о правде. Давайте будем говорить о том, что там происходит на самом деле. И как нам, наконец, пришло время зачистить весь этот гадюшник до конца. Ты понимаешь, ты сказал вот такое жаргодное. Хавают. Ну, люди все съедают. Все, что им подается. Потому что ложь повторенная многократно. Дальше мы знаем из пропаганды, чем это заказывается. А стадо свиней всегда найдется для того, чтобы это все съедать. Поедать вот эту грязь, эту ложь. Последние данные гласят о том, что 10 тысяч убитых палестинцев, мирных жителей, они не имеют ни имен. Никто не знает, кто эти люди. Их просто нет. И все продолжают, абсолютно вся мировая общественность прогрессивная продолжает ссылаться на данные Хамаса. Как вот это до сих пор продолжает существовать в мире, где есть, в конце концов, все можно проверить, задать себе вопрос. Вместе с тем удары авиации, точечные удары израильской авиации уничтожили оперативные возможности Центра управления Хамас на территории, которой принадлежит БАПОР, УНРВА. Вот та самая организация, которая помогает палестинскому народу, бедному страждущему уже столько десятилетий. Я задаю себе вопрос. Они, вот эти БАПОРовцы, которые находятся непосредственно там, в самом центре, у них там эти базы, которые распределяют. Среди этих людей находятся и работают сами террористы. Мы это тоже знаем. Мы тоже знаем, как они продают своим согражданам, откуда согражданам деньги, непонятно, но продают питание. Мы также видели эти огромные-огромные грузовики, 400-500 этих грузовиков, которые там постоянно находятся. И с едой нет никаких проблем. Но вместе с тем мы видим камеры, мы видим фотографии, телекамеры, вспышки. И все нам показывает вот эту параллельную реальность. Недавно, в прошлую пятницу, за эту параллельную реальность ЮНЕСКО наградила палестинских журналистов. Палестинских журналистов наградила за их профессионализм и отвагу. Вот о чем мы говорим. Они востребованы вот всеми этими организациями объединенных наций, всеми этими ЮНЕСКО, всеми этими человеконенавистническими, антисемитскими организациями. Они переполнены. Поэтому докричаться очень тяжело. Но глаз вопиющего в пустыне, он существует. Нравится это кому-то, не нравится. И Израиль продолжает сопротивляться вот именно таким способом. Уничтожить, просто уничтожить своих врагов. На территории Израиля и ближайших, лежащих территориях. Как победить тех врагов, которые находятся далеко в бою, которые не с оружием в руках, но с законодательством, словом и судами? Как вот этих врагов победить? Ну, с внешними врагами понятно. Внешние враги себя не скрывают и афишируют, делают хороший пиар, как ты правильно сказала. У нас есть проблема, о которой я говорил в самом начале. У нас есть достаточно сил, которые... Которым ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мы победили в этой войне. И... У нас постоянно с регулярной частотой, слишком регулярной, чтобы считать ее случайностью. Каждый день или каждые... Буквально каждые... Несколько дней. Выскакивает, я думаю, где-то в среднем, где-то... Как минимум два, чаще всего три-четыре раза в неделю. Выскакивает очередной заголовок, что нам необходимо срочно провести выборы. Вот... Больше ничего других, никаких других проблем у нас нет. У нас... Нам необходимо срочно провести выборы, потому что... И... Нужно... Необходимо просто любой ценой выбрать ни то ни ни обе. И всех правых вместе с ним. И... Фактически у нас продолжается государственный переворот, который нам пытается осуществить уже последние полтора года. Уже... Уже почти... Уже почти два года. И... Это... Самое неприятное, что у нас есть. Потому что... Если бы не они, если бы не эти, то, возможно, война с Хамасом тоже шла бы уже быстрее. Но, к сожалению, у нас вкладываются... Еще раз скажу. Удивительные по своей ярости и насыщенности усилия в то, чтобы не дать нам довести эту войну до конца. И мы видим, как постоянно выскакивает то очередной Лапид, то очередной Ганс, то еще кто-то, то их посыльные, их представители, которые, естественно, которые представляют как объективные обозреватели, говорят, что... Нет, ну, нам нужно обязательно согласиться на любую сделку с Хамасом. Любой ценой мы обязаны освободить наших заложников. Это такой вот интересный способ торговаться, да, потому что Хамас-то торгуется, Хамас выставляет свои условия, а они говорят, не, мы должны согласиться на любые условия. Это, честно говоря, вводит в заблуждение Хамас, потому что Хамас, как на арабском базаре, пытается торговаться и договориться. А когда тебе говорят, нет, ну, слушай, я готов на любые твои условия, это их вводит в ступор, потому что они не знают придумать, какие новые условия нужно заявить. И поэтому нельзя так жестоко обращаться с Хамасом, поэтому я предлагаю нашим миротворцам, в кавычках, нашим левым радикалам, наконец-то подумать и сесть тихонько, 5 минут, обдумать в сторонке, что они хотят предложить Хамасу, на каких условиях они хотят предложить Хамасу нашу капитуляцию, потому что Хамас сам не может решить, когда вот так вот ему мешают все правила и смешивают все правила игры, к которым он привык. И это уже дошло до, это уже давно, скажем так, перешло к грани патологии, это уже доходит до гротеска. Это вот их страстное желание привести нас к поражению, это страстное желание не дать Нетаньягу победить эту войну, оно уже очевидно многим. И люди перестают смотреть эти каналы, с которых льется вся эта деинформация, все эти потоки лжи, о которых мы с тобой говорили. И уходят, люди просто уходят, оставляют эти СМИ, оставляют эти каналы и ищут другие источники информации. И поэтому сейчас перед нами стоит задача, ты правильно задала свой вопрос, я говорю по предыдущей, что делать и как бороться с ложью, и как на самом деле этим мы можем приблизить нашу победу. Мы должны очень четко сказать людям, за что мы боремся, за что мы воюем и к чему мы должны прийти. К сожалению, правый национальный лагерь, даже находясь сейчас у власти, даже находясь в ситуации войны, когда, казалось бы, эти вопросы лежат на поверхности, очень мало об этом говорить. Это наша ошибка, которую нужно признать, если мы действительно говорим о том, что в Израиле сейчас проходит удивительный по своей красочности, яркости, вложенным в него средством, кампейн обвинения Аня Таньягу во всех смертных грехах, обвинения правых во всех смертных грехах. И правые, согласно этому кампейну, которым заполнены все рекламы, все дорожные щиты, все интервью, все передачи на этих пропагандистских каналах, правые во главе с Аня Таньягу должны, ну, примерно они должны одновременно пустить себе пулю в лоб, повеситься на потолке и четвертовать себя. Как это сделать одновременно, я не знаю, но вот если я суммирую примерно то, что от них ожидают наши левые, это вот примерно эти действия. То есть правые должны покаяться за то, что мы ушли из газа, согласно левой идеологии, правые должны покаяться за то, что мы подписали, то есть левые подписали соглашение ОСЛО и создали здесь эти гнезда террора, правые должны покаяться за все ошибки, которые совершили левые, правые должны покаяться за то, что армия отказывалась выполнять приказы правительства, неважно какого, уничтожить главарей Хамаса, правые должны взять на себя всю вину. Ну и сейчас идет промывка мозгов, которая направлена на молодое поколение, потому что люди примерно 33 лет и младше, они ничего не помнят даже про страшное размежевание 2005 года, я уж точно говорю не про ОСЛО. До них события ОСЛО это примерно где-то вот между средними веками и Ренессансом. Они не знают, о чем идет речь. И поэтому сейчас легко говорить о том, что правые виноваты во всем. И этот чудовищный поток дезинформации должен быть встречен ответом, и мы должны начать говорить о том, мы должны говорить о причинах того, что произошло, мы должны говорить о подоплеке событий, мы должны говорить о том, кто принимал решения, мы должны рассказывать людям правду, как пытались что-либо сделать. И я прекрасно помню, как еще несколько лет назад, когда мы еще воевали с газой по тем моделям, которые были вот тогдашними нашей армии, то есть растягивая все это, размазывая эти конфликты в очередную операцию, и эти операции в газе у нас происходили с частотой примерно каждые два года после того, как мы оттуда добежали в 2005 году. То есть можно посчитать, сколько таких вот микровойн в газе у нас было. И каждый раз, когда говорилось о том, что газу нужно победить, газу нужно зачистить, газу нужно уничтожить, начинался вой и вопли, иначе это не назвать, наших левых, которые говорили, вы что, серьезно думаете, что нужно зайти в газу, вы хотите послать туда наших солдат, чтобы они там воевали, вы хотите снова оккупировать газу, что вы такое предлагаете, вы сошли с ума, вы правые фашисты, правые фанатики, вы снова тянете нас в войну. Ну, ни в коем случае, о чем вы говорите? Нет, мы должны с ними договариваться, мы должны оставить все как есть, мы должны этот конфликт как-то им управлять, и все хорошо, там все нормально, но нужно все быть, вернее, не предлагайте ваших сумасшедших затей, чтобы уничтожить Хамас. Теперь они в невероятной наглости, ну, по принципу, чем ложь более дикая, тем легче в нее поверить, они пытаются все это свалить на правых. И в этой ситуации нам нужно действительно, да, признать одну свою ошибку, которую мы совершили, я говорю про нас, про правых, что мы слишком бережно и слишком вежливо или слишком нерешительно с ними имели дело, не разогнали все это поганое метло еще давно, и не начали сами защищать газу так, как мы считаем, это должно было происходить. Да, мы слишком долго прислушивались к ним, да, мы слишком долго давали всем этим юридическим советникам и прочим военным экспертам управлять этой ситуацией, мы должны были взять все это в свои руки и довести все это дело до того, что мы прекращаем этот кардебалет, мы зачищаем газу, мы возвращаемся в газу, мы уничтожаем Хамас, мы восстанавливаем там еврейские поселения, которые были снесены Шарону в 2005 году, мы распространяем там свой суверенитет, мы говорим, что территория сектора газа, которая всегда была еврейским, там всегда жили евреи, еще задолго до первых арабов, которые там когда-либо появились, эта территория будет частью нашей страны, и так будет со всей остальной территорией, которая находится к западу от Иордана. Знаешь, вот я понимаю, что происходит в Израиле, мир не понимает, что там происходит, и у мира есть рожейки давления на Израиль, которые называются Международный уголовный суд, который в любой момент может выдать, в общем-то, документы на арест, премьер-министра Израиля, министра обороны и начальника штаба силы обороны Израиля. Вот о чем мы говорим. Мы говорим о том, что этот суд, ну, в общем-то, с одной стороны, он не имеет юридических никаких прав, Израиль не признает этот суд, точно так же, как и Америка, и, кстати, Россия тоже, но вместе с тем группа из 200 юристов Израиля, США и всего мира, 200 юристов, направили письмо президенту США Пайдену, призывая его помешать главному, дословно, главному прокурору Международного уголовного суда выдать ордера на арест израильских лидеров и высокопоставленных чиновников. Письмо, автором которого является израильский адвокат, женщина молодая, очень симпатичная женщина, ее зовут, ой, как же ее зовут, Нициана Даршан Лейтнер. Угу, да. Она инициировала написание вот этого письма. Я не уверена, что это письмо подпишет президент Соединенных Штатов Америки. Как ты считаешь, почему именно к президенту Пайдену они обращаются? Они к непосредственному суду, непосредственно к организации Объединенных Наций, непосредственно к другим структурам, а к президенту Пайдену. Вот тому самому президенту Пайдену, который является причиной и следствием того, что сегодня происходит в мире. Человек, который уничтожает страну нашу, американскую, человек, который уничтожает мир, человек, который допустил то, что у нас в Израиле произошло, и то, что в Украине произошло, и то, что везде происходит, это все от его дирижерской палочки. Страшной, человеконенавистнической, убийственной для всего мира. Почему ты считаешь, вот как ты считаешь? Почему вот эти люди обращаются к тому, кто является первопричиной многих катастроф последних лет? Я думаю, что эти люди обращаются, кстати, я хорошо знаю, не сам Даршан Лайтнер, она действительно блестящий адвокат, возглавляет действительно настоящую правозащитную организацию. Я не говорю сейчас про всю эту прогрессистскую муть, которая называет себя правозащитниками, в смысле промывателями мозгов. Я говорю, она действительно возглавляет Международную организацию адвокатов, которая добилась, в общем, не впечатляющих успехов. Например, она добилась принятия исков о выплате палестинской автономии компенсацией жертвам террора, которые она же сама инициировала. Ну, эти деньги до сих пор никто не может с них изыскать, потому что финансирование палестинской автономии было, я имею в виду, это террористический режим, обумазанный в Ромале. Его финансирование было остановлено Трампом и потом мгновенно возвращено ногу Байденом, как только он успел запрыгнуть в свой, ну, для него это, конечно, комплимент, вползти в свой офис, когда был избран. Но, тем не менее, Ницан Анат Даршан Лайтнер, она блестящая международная юрист, и она хорошо знает, как эти инстанции работают. И мы еще много от нее услышим. В частности, сейчас она занимается очень интересными юридическими проектами, связанными с защитой прав жертв резни 7 октября. Я думаю, что они обратились не к товарищу Байдену, они обратились вообще как таковому к посту президента Соединенных Штатов, который сейчас пуст, потому что Байден – это пустое место. Они обратились к институту президента Соединенных Штатов. Возможно, с целью, чтобы показать, насколько он пуст, насколько сегодня демократические ценности, на которых были созданы американские Соединенные Штаты, и которые американцы всегда защищали, насколько они сейчас находятся в полном загоне, насколько они сейчас уничтожены, растоптаны, втоптаны влево прогрессистскую грязь. И, возможно, такой шаг показать, насколько все прогнило. Но вместе с тем мы обязаны это делать. Возвращаясь к вопросу, как бороться с этой ложью, говоря правду. Мы обязаны говорить, мы обязаны требовать, мы обязаны поднимать эти вопросы. Это необходимо для людей, которые, во-первых, могут присоединиться к этим призывам, это необходимо для людей, которые сидят в отчаянии и не знают, что им делать, потому что на них со всех сторон льется вся эта информационная муть, которая тщательно рассчитана на то, чтобы их деморализовать, запугать и привести к апатии и к нежеланию что-либо делать. И когда кто-то что-то делает, когда кто-то встает и пытается говорить, что король-то голый, у людей тоже появляется, во-первых, надежда, а во-вторых, способность действовать. И мы видим, как сейчас происходит интересное явление, как на фоне всех этих погромов, которые происходят в американских университетах, формируется следующее поколение лидеров американской еврейской общины. Это еще этот процесс в самом начале. Но люди, которые не смогли молчать, люди, которые сейчас, их не видно, они еще сейчас находятся в том, что называется in the field. Они сейчас еще там, вот, на этих демонстрациях, на этих попытках заткнуть руку всем этим бандитам и погромщикам. Они там. Но эти люди уже сделали свой шаг, они вышли, они заявили. И я думаю, что большинство из них продолжат, и мы увидим из них через несколько лет будущих лидеров американской еврейской общины, которая, к сожалению, сейчас показывает себя не самой лучшей стороной. И этот выбор, который, чем больше людей его делает, тем больше надежды он нам дает, что правда восторжествует, правда будет услышана. И что Израиль, и что вместе с ним весь еврейский народ, потому что Израиль сейчас это, скажем так, мы сейчас находимся на переднем плане. Мы находимся на фронте, мы находимся на передней линии войны. Мы сейчас защищаем весь еврейский народ. И все эти еврейские борцы за дело Палестины, таких, к сожалению, есть немало. Сколько бы они себя не утешали и не рассказывали себе сказки, они должны понимать, что если Израиль исчезнет, следующее ему выражат их, несмотря на все их старания вылезать своим палестинским кумирам все, что только можно вылезать. И я говорю сейчас не о них. Я говорю сейчас о тех, кто в ужасе сидит и не понимает, что происходит, в ужасе смотреть на то, чему учит его детей или их детей в американских университетах или в израильских университетах то же самое, люди, которые еще не вышли на улицы, когда есть те, кто выходит, когда делает наше движение милуимников и другие организации, с которыми мы вместе сейчас ведем эту борьбу. Люди должны знать, что есть те, кто воюет, есть те, кто будет воевать, и есть те, кто сделает все для того, чтобы мы победили. И поэтому сейчас время присоединиться, сейчас время встать с дивана, сейчас время встать от компьютера, узнать, где есть ближайшая к вам демонстрация, узнать, где есть ближайший к вам митинг, взять в руки израильский флаг или просто взять себя немножко в сердце своей национальной гордости, выйти и встать там, потому что тогда они увидят силу, тогда они увидят, что мы непобедимы, и тогда мы действительно победим, потому что это зависит все только от нас. Есть это знаменитое еврейское выражение из Талмуда. если не я за себя, то кто я, если не сейчас, то когда? То это то, что каждый из нас должен себя спросить и сделать этот шаг, выйти на улицу и пойти до победы. Ты знаешь, я вот слушаю, я мысленно возвращаюсь вот позавчера. Йомашоа. Израиль отмечал день памяти жертв. Холокоста, катастрофы. Весь мир отмечает 27 числа января месяца. Это организация объединенных наций, потому что в этот день, в 45-м году освободили от Северсона. Аушликс. Я в свое время, я как журналист и как человек любопытный, я общалась с теми, кто имел номера на руках. Вот те самые номера страшные, которые татуировка на всю свою жизнь человек хранит, как память о том, что он был в аду, он вышел из этого ада. И 6 миллионов имеет имена, которые погибли тогда. У каждого есть имя, это как пепел класса, он не дает успокоиться. И 132 заложника, которые сегодня находятся у Хамаса, они тоже имеют имена. И они должны быть освобождены. Они должны, потому что каждое имя погибшего у евреев помнят. Каждое. Нет безымянных солдат. Нет безымянных героев. И поэтому, когда я слышу Амас Рейлхай, это и есть суть вечного народа в бесконечном круге жизни. Из поколения в поколение живших и живущих. Оно напоминает нам всем о том, что все создано Всевышним, и все мы от Его воли зависим. И начиная от прихода в этот мир, в котором такая тонкая грань между жизнью и вечностью. И поэтому Амас Рейлхай – это вот та большая дорога, по которой тысячелетиями идет вечный народ. И поэтому он непременно победит. Я благодарю Михаила Валякова, цельного человека. Человек, у которого слово и дело соответствуют его сути. И вот такие люди всегда мотивируют. Простите за эмоции. Мы живем в мире, когда другие эмоции преобладают. Когда поднятый кулак может опуститься в любой момент на чью-то из наших голов, на головы человечества. Поэтому мы будем продолжать говорить, призывать, участвовать. Потому что по-другому быть не может. Потому что за нами пришли. За нашими детьми пришли. За будущим народа пришли. За будущим цивилизацией пришли. После этого темнота. Спасибо, Михаила, тебе. За то, что ты есть. Спасибо. За то, что мы можем вот так вот встречаться хотя бы раз в неделю. Общаться гораздо чаще. И спасибо нашим зрителям, которые понимают, о чем мы говорим. Которые поддерживают наш канал. Канал, который говорит правду. Канал континента. Пожалуйста, подписывайтесь, распространяйте наши видео. Мы будем продолжать быть с вами. Мы будем продолжать работать. Ам Исраэль Хай. Всех благ. Спасибо. Ам Исраэль Хай. Спасибо. Продолжение следует...